Чем можно сегодня привлечь покупателя? Конечно, ценой и качеством, поскольку выбор товара в городе огромный. И торговый центр «Бытха» учел все пожелания местных жителей. Товар с Кубани завозится каждый день, поэтому на прилавках вот такие свежие овощи и фрукты. У нас четыре крупных предпринимателя, которые овощи с Кубани возят. Потом у нас есть такие наши центровые точки, как сочинский хлебокомбинат, мясокомбинат Сочи, большая молочная компания, которая обеспечивает весь город Сочи. Он у нас представлен в отдельном павильоне. Вся молочная группа. Сейчас у нас большой павильон хоз товаров открывается. С кубанской продукцией конкурирует сочинская. В наличии огромный ассортимент колбасных изделий от сочинского мясокомбината. Большой выбор хлебопулочных изделий – это уже сочинский хлебозавод. Разнообразие молочной продукции, творог, сыр, сметана тоже порадует покупателей. Да, очень удобно для местных жителей. Выбор большой. Ну, я желаю развиваться лучше этому рынку. В мясных павильонах изобилие свинина, говядина, баранина. Это и грудинка, и ребрышки, и вырезка – все, что необходимо хорошей хозяйке. И цены приятные. В наличии даже есть живая рыба. Это и форель, и карп. Скоро появится в продаже живая осетрина. Рыбы также сушеные, копченые, соленые и свежемороженые. Изюминкой торгового центра стала грузинская кухня. Здесь готовят лаваши и пироги с различной начинкой, фасолью, мясом и сыром. Ко дню пожилого человека, к 1 октября, торговый центр «Бытха» организует праздник и хорошие скидки для людей старшего поколения. Вообще, скидки и различные акции станут здесь хорошей традицией. А на рынке также есть возможность заказать услуги, например, купить пластиковые окна, двери, москитные сетки и пригласить мастера для установки. Починить обувь тоже можно здесь же, на улице «Бытха», 47А, на территории рынка. Он работает с 8 утра до 20 часов. Есть свободные парковочные места для удобства покупателей в наличии такси. К тому же на рынке есть еще свободные места, и администрация торгового центра «Бытха» приглашает к сотрудничеству кубанских производителей и местных жителей, которые занимаются сельским хозяйством. Елена Авсецина, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин